Всем привет дорогие друзья, с вами Вилноу и в этом видео расскажу вам о том, что нужно сделать до выхода 9.2, как чем запастись и что можно там подковырять. Но перед этим сходом, как всегда, тымовички. Тымовички, это когда вам интересно что-нибудь подковырять и это невероятные ощущения по этому сходу. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых стримах и видео, которые проходят очевидно с 18 до 21 и с 23 до час ночи по московскому времени. Оставьте свои комментарии, что вы думаете по данному поводу. Итак, ребята, начнем. Что нужно сделать? Очевидно, поголдфармить. Очевидно, завтра у меня будет видео обо всех метрах голдфарма. Обязательно его посмотрите и, соответственно, пофармите то, о чем я говорю. Конкретно, если речь идет о реагентах. А также можно, как всегда, запастись кучей всякой возни, типа из этого списка, который только можно. Всякие чарки на все, что можно подряд. Опять же, всякие настои и многое другое. Духовные зелья исцеления. Поначалу людям будет полезно. Опять же, напоминаю, что будут новые у нас реагенты на старте аддона. Поэтому, очевидно, будет новая трава, руда, шкуры. И, конечно же, гайд не заставит себя долго ждать на все эти темы. Так что ждите уже на старте гайды по голдфарму во всех новых реагентах, безусловно, да? И вообще, в целом, по голдфарму. То есть, можно запастись золотом, всякими реагентами. Безусловно, все приходится для крафта тех же легендарок. Тот же картит. Те же, опять же, такие наши руды, шкуры и так далее. Чтобы что-то делать. Те же ткани. Все повысится, безусловно, в цене. Да, это что касается голдфарма. Те же, между прочим, можно купить себе вот эти заготовочки всякие. Всякие депеши и так далее. Да, то есть, это из, ребяточки, суперполезного. Не стоит об этом забывать. Также, что еще нужно сделать? Заглянуть в Таргаст. Ой, не хочется. Но хотя бы надо пройти этот максимальный 12-й левел, очевидно, на 4 звезды. Чтобы сразу, как вышел новый 9.2, уже открылся 13-й этаж. И можно было формить больше пепла-душ, больше углей-душ и космический ветер, новую валюту. Поэтому походите, поформите, в принципе, пепло и углей-душ, потому что нужно будет делать вторую легендарку. Это, опять же, из разряда предыдущей части этого видео. То есть, запаситесь местом для легендарки. То есть, напоминаю, у нас будет комплектный доспех. Он будет из 4-х вещей создать, то есть, всего будет 5 вещей. Но 4 достаточно для того, чтобы он полноценно действовал. Соответственно, это будет шлем, плечо, грудь, перчатки и ноги. Абсолютно для всех персонажей это будет одинаковые 5 слотов. Поэтому, помни об этом, знайте, что, возможно, вам куда-то в новый слот придется скрафтить легендарку. И поэтому освободите слот, если вдруг у вас в одной из этих ячейчек была, возможно, легендарка. Скрафтите в другое место эту легендарку. Ну и, соответственно, не забывайте, что вторая легендарка по дефолту будет даваться за последнюю часть кампании. То есть, через 5 недель после выхода 9.2. И это будет всегда пояс. То есть, к примеру, это будет халявный пояс по дефолту. Либо вы уже сможете купить потом за репутацию рецептик, который скрафтить можно будет в любой слот. То есть, новая легендарка это по дефолту халявный пояс. Либо любой слот, куда вы там уже захотите скрафтить. Поэтому тоже это учитывайте, когда будете делать себе вторую легендарку. И, соответственно, когда будете думать о том, куда выпихнуть первую легендарку, чтобы ее перекрафтить. Потому что всегда ее можно будет потом усилить. Усилением всего будет один ранг, седьмой дополнительный за этот ветер. Так что замечательно. Так что замечательно. Помните об этом, подфармите. Возможно, твинкам отправить тоже пепел и угли можно будет, очевидно, в 9.2. То есть, к примеру, тоже неплохое решение. Значит, что у нас дальше? Дальше, ребятки, это доблесть и очки завоевание. Куда деть? Тонны, тонны доблести. У меня миллиарды, примерно 34 тысячи. Куда ее можно деть? Ну, очевидно, заходите вот сюда, где хранилище великое. Разговариваете с этим уважаемым котулом. И выбираете уже, что вам интересно. Загрубевшие шкуры, шелк или элитива руда. Ну, по всей логике, самое ценное вложение это загрубевшие шкуры. Очевидно, потому что элитива руда и шелк не так дорого стоят, как шкуры эти самые загрубевшие, толстые. В общем-то, самый лучший вариант. Ну, либо можно купить 210-е предметы. Вот здесь у нас у полетника, то есть у нас есть полетник. Я должен до него дойти. Близзарды гениально располагают своих НПС. Видимо, чтобы ты понаслаждался побегать по этому кругу. Рядом с полетником по каким-то причинам у нас стоит. Вот здесь этот мобец. И вот, соответственно, у него можно купить за 500 вот эти вот самые зандуки со снаряжением. Это 210-го, ребяточки, и левела будет шмот. Так что, по сути, ну, типа, интересно, не интересно, не знаю. Волдфарм выглядит более интересно, чем 210-е всего лишь шмотки. И опять же такие, то же самое с очками завоевания. Можно вот сюда за 1600 рейтинга взять точно такие же 210-е ПВП предметы. Но я напоминаю, что может, ну его нафиг вообще. И лучше напросто, ребяточки. Потому что больше ничего и нельзя сделать, по сути, с этими валютами. Потому что они все равно конвертируются в бесполезное золото. Напоминаю, возможно, гораздо лучше будет пойти и пофармить аниме. Аниме в шишки. Почему, ребят? Объясняю. Запасено аниме по локалочкам и так далее и тому подобное. Помимо того, что у меня есть голдфармы на эту тему. Помните об этом, смотря завтрашнее видео. Голдфарм за счет аниме. Ну и также помните, что за 500 аниме будет у нас, очевидно, у вендора, которые новые, очевидно, просветленные брокеры в Zerat Mortis, за 500 аниме будет продаваться 226-я шмотка. Опять же, привязанная к учетной записи, передаваемая повсюду. То есть, фактически, тем более, аниму тоже можно передать. То есть, лучше пофармить аниму. И вот 226-е шмотки более полезными выглядят, очевидно, чем в 210-е за доблесть. То есть, Близзарды, как всегда, гении. Неизвестно, чем они это делают. Могли бы уже сейчас, скажем так, подповысить. Хотя они хитрят. О чем это я? Хотя они хитрят, ребятушки. Ну и что последнее хотелось бы сказать, естественно. Это из разряда, очевидно, ачивочек. Ачивочек, что не очень интересно, по сути, не всем. То есть, во-первых, чтобы быть очень крутым, очевидно, можно себе заслужить Сильвану Эпохальную Кромку эту получить. Кромку получить на Сильвану Эпохальную. Получить, очевидно, Герой Своего Времени. Очевидно, Своего Времени, да. То есть, в данном случае, это Герой Своего Времени будет Сильвана, если в Героике ее убить. То есть, кому интересна эта ачивка. Типа, успел, пока патч новый не вышел. То есть, ну, как бы, больше ничего за это не дадут. Вот, опять же-таки, Герой Ключей, вот этот ключник, чтобы получить этого маунта, который вот дается не очень-то, на мой взгляд, крутого, да. О, смотрите, неожиданно подарили мне Тигра. Спасибо, Лизарды. Значит, что у нас? Вестник, да, по-моему, назывался Вестник. Вот он, да, типа, получить вот такого Вестника, в данном случае вот такого. То есть, закрыть все 15-е ключи в тайм. То есть, в этом случае я вам могу непреднаберенно помочь, потому что на стримах я каждый день собираю вечером-утром ключи. И хожу только со зрителями, беру всех, ходим во все ключи, не обязательно там, не только в большие, в основном даже по большей степени в 15-плюс ходим. Не так давно, вот, 204-го Охотника брал. Получилось неплохо. Думаю, приятно, недельный сундук он получил. Ну и плюс, возможно, эту ачивку. Близость такое выполнение, чтобы получить вот эту Возню, это заинтересно, в общем-то, да. То есть, конечно, есть еще там какой-то супер маленький шанс с большим Ривом попасть в какой-то там супергерой истерзанный, истерзанный какую-то ачивку получить. Типа, ну это не очень интересно, плюс реалистично. Что касается, ребяточки, ПВП, у нас можно получить вот такого свирепого боевого Горма в соответствующей раскраске. Для Альянса он будет синий, для нас будет красный, для Орды. Соответственно, что для этого нужно сделать? Надо взять как минимум, ребяточки, тысячу рейтинга и, соответственно, накопить в шкале специальный ПВПшный, вот здесь в рейтингах у нас есть такая шкала, вот она, накопить на этого самого боевого Горма. То есть, в принципе, это реалистично. Реалистично, побеждая, вот, накопить, но, конечно, придется плотно посидеть, чтобы это сделать. Вот, ну, напоминаю, это не так страшно, потому что потом в следующих аддонах появляется возможность его тоже получить уже за счет других действий, ну, даже, возможно, более легких по ощущениям. Так что не волнуйтесь, это прям не очень-то уникальный маунт, хотя он, конечно, на мой взгляд, красивый и интересный, безусловно. Ну, и, ребяточки, очевидно, что? Очевидно, можно получить пожирателя душ вот этого, да, то есть, вот так он выглядит, чтобы вы понимали, пожирателя душ за 2400 рейтинга, после которых вы еще 50 раз победили в 3 на 3, можете получить такое вот тоже за ПВП, но это, конечно, как говорится, успеть до выхода 9 и 2. Успеть до выхода 9 и 2, безусловно. То есть, вот, собственно, такая у нас ситуация из того, что нам нужно сделать, слеж успеть, то есть, вот так вот, ну, и не забудьте успеть насладиться еще как будто бы жизнью и как будто бы игрой, да, потому что как будто бы это гораздо более важно. Ждите тонну новых видео. Подготовил целый ряд видео, хотел сразу об этом напомнить. Очевидно, в течение всей этой недели будут выходить подготовительного ряда видео. Безусловно, в течение всей следующей недели, когда уже выйдет 9 и 2, выйдут все видосы, которые необходимы на старте. Ну, и, соответственно, когда уже будет следующая неделя, третья, на третьей неделе тоже все видосы, посвященные третьей неделе, настолько, насколько это возможно. И, в общем-то, если я не ошибаюсь, то в 3, как раз таки, 4 недели мы укладываемся, чтобы написать абсолютно всю информацию для вас обо всех непосредственно гайдах, возможных новостях, какие только у нас присутствуют в World Warcraft. Вот, включая, конечно, смешные подборочки, как и всегда. После чего, после, напоминаю еще раз, месяца игры людей вот этого эпохальном рейде, как раз таки уже можно будет тихонечко писать гайды по всем специализациям и персонажам, по всем 36, как я сделал и в прошлый раз. И, соответственно, будет довольно-таки неплохо, я считаю, так что и это тоже ждите, когда мета определится, устоится, там все нерфы, не нерфы закончатся, когда все уже наиграются, поймут, кто там жигалеву делает, кто делает жигалеву, кто как конкретно это делает. Так что тогда и будет, просто сейчас писать, как вы можете догадаться, бессмысленно. Кто знает, Близзарды сейчас возьмут, а за день выкатят изменения неожиданно, кто-нибудь там нажмет одну кнопку, ваншотнет, тюремщика эпохального, они такие, ооо, не так должно было быть. Ну, посмотрим, бляточки, и как всегда, ребят, надеюсь, что видео было полезным и приятным, как всегда. Бля, б-б-б-б-б-бэк? Ууаа... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok